Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 16 мая Подъезжаем к Харбину Последние пригорки разгладились И в окна виднеется степь, беспредельная степь Она уже зеленеет Первый день теплый, весенний, сегодня троица Наш поезд украшен зелеными ветками Одна такая ветка и на моем столе Подарок Михаила Вот будка Рядом с ней землянка Стоят несколько человек пограничной стражи Кругом несколько небольших земляных рвов Точно высматривают беспредельную даль Это окопы на случай набега хунхузов Близ одной из станций, которые мы проехали третьего дня Такое нападение произошло Убиты два казака, двое ранены В погоню за хунхузами высланы войска Трех пленных хунхузов уже провезли Один громадный, мрачный какой-то, сказочный богатырь Они все трое лежали в темном вагоне Его толкнули ногой под бок, чтобы он встал Маленький фонарь по частям освещал эту громадную фигуру Отчего она казалась еще больше Сверкнули большие черные, едва раскошенные глаза Темно-красное лицо, низкий бритый лоб Другой хунхуз поменьше, с лицом фанатика Который при всех обстоятельствах останется таким же фанатиком Третий совсем молодой, растерянный Весь охваченный ожидающей его участью Он говорит по-русски два-три слова И так жадно хочет говорить Бабушка, жена, есть? Есть ты А дети? О, есть ты, дуа И он мучительно показывает два пальца И прижимает руки к груди и умоляюще смотрит Их везут к их начальству Их будут судить и казнят Сегодня видели у самого полотна дороги двух китайцев Кем-то убитых Лежали лицом к земле А кругом веселая мирная даль Обольет ее дождем И опять светит солнце Воздух нежный и ароматный Капли дождя сверкают на солнце А на станциях оживленная Беспечная толпа нашего поезда Сестры милосердия, братья, доктора, военные Масса местных китайцев Продают орехи, яйца, папиросы Китайские брадобрей со своим незатейливым прибором Нищие китайцы, дети, старики Они крестятся и, получая милостыню, говорят Спасибо Все веселы, смеются, охотно вступают в разговор Хунхуз? Ха-ха-ха Покажи руки Мозолей нет? Смотри, хунхуз Ха-ха Напоминает что-то Игру в жмурке Когда на того, у кого глаза завязаны Все смотрят лукаво А ну-ка, поймай Нет, не поймаешь Ну скажите Спрашиваю я у офицера пограничной стражи Как по-вашему? Спокойно, население? Верст на двадцать пять от линии Да, пожалуй А туда дальше? Там уже разные слухи их смущают Да и не видят те того, что эти видят Наши войска, устройства Вот, подойдут еще новые войска А с другой стороны Хороший заработок У них деньги, все Платите и хунхузам И хунхузы друзьями будут Там родина, патриотизм Этого ничего нет Подходит офицер угрюмый, мрачный Скажите, пожалуйста Что это еще за мода завелась у вас? В плен брать эту сволочь Ну, если начать действовать То, пожалуй, назад никто не воротится отсюда Да ерунда Именно как можно решительнее надо Не теряя времени Расколотить японцев Раз, два А потом и за эту сволочь взяться А то начнем так тянуть Да отступать Еще тогда, пожалуй, дождемся Что нас действительно Как курчат, прирежут А вот по-моему Вот совершенно наоборот Была бы целая армия А наступать успеем Наступать можно, когда у нас будет полмиллиона К осени мы их можем иметь Вот тогда наступать Тогда риску не будет А иначе и будет как раз риск Да никогда у нас к осени не будет полмиллиона Ну, тогда к весне миллион дайте Да два миллиарда на лишний год войны Да, но как и с чем прокормить Здешним урожаем Два миллиона прокормить можно Звонок И мы спешим в поезд У меня в купе Михаил Александрович Стахович Князь Долгорукий Распорядитель дворянского отряда Михаилу Александровичу лет под сорок Сильный, сохранившийся Русый С вьющимися волосами И энергичным лицом В перчатках Одет по-дорожному Изящно Хотя чувствуется, что это только привычка Он все время едет с поездом И рассказывает нам О своих злоключениях Мы слушаем и смеемся Нет, вы понимаете? Сегодня 26-й день 93 сестры, женщины Все незнакомо им Все пугает Стучит что-то там в колесе Почему стучит? Опасно или нет? Я и сам ничего не понимаю До сих пор во всех своих делах Я чувствовал почву Я знал Почему удача? Почему неудача? Здесь я ничего не знаю Я не хозяин положения Я выбит из колеи Я утратил почву Да, стучит как будто Надо справиться у начальства Какой вагон? Классный Какого класса? Второго Надо осмотреть Осматривать Да, выбоинка в бандаже 2 мм Да, вагон это дальше идти не может Наш вагон отцепляют А нам дают вместо него Третий класс Другого нет Все остров отчаяния Но новый вагон стучит еще сильнее Так и кажется, что вот-вот Разледится в дребезги Иду опять к начальству Через несколько станций Помилуйте, говорит 3 мм всего Выбоинка совершенно законная И в мирное время А теперь в военное время Когда допускается 6 мм Почему в военное время Полагается Стали быть вдвое выносливее? Но почему же мне Вот что и вот что Сказал ваш коллега? Подмигивает Да просто вагон ваш понадобился Теперь вот и возимся На ночь дежурных ставим Чуть что Вы за веревку предохранительную дернете Вот и держимся Все время за веревку Главное, дамы Я уж сами сплю Над злополучным колесом А что с нами было На яблоновом хребте? Новый рассказ Как машинист Порвал фарканели в поезде Порвал и плюет Такого проклятого поезда Еще никогда не возил Но до Маньчжурии Все-таки тихо ехали А тут наш отряд подвернулся Пришлось Четыре вагона отцепить Поклялись Что со следующим поездом Отправят И вот еду и мучаюсь А вдруг да не отправят А боже мой Только бы доехать И клянусь Вперед дальше одной станции Отрядов не возить В то время как Сестры и доктора Едят на станциях Он Кноринг Языков И его помощники И санитары Едят на продовольственных пунктах Едят щи И кашу А если их Где плохо кормят То на замечание Их о плохой пище Язвительно говорят им Бабья и тряпья Довольные без вас Намечен до сих пор Расход на Красный Крест Сумма До трехсот тысяч рублей Остальной миллион И будущее пожертвования Будут назначены К расходу При приближайшем Ознакомлении С делом Князь Долгорукий Приехавший Только что Навстречу поезду Из Ляояна Рассказывает Много интересного Но Пока для печати Недоступного Слава Богу Никаких Эпидемий В армии нет Надо особенно Бояться трех Из инкоу Чумы Из харбина Холеры И отовсюду Сыпного тифа Таким образом Теперь существенно Необходимы Всякого рода Предусмотрительные меры И чистота тела Самая первая Из них Самая важная Самая существенная Между ними Необходимы Бани И прачечная Ведь без бани Нельзя же вымыться А пребывание Несколько месяцев Без мытья Подготовляет Почву Для всякой Эпидемии Все газеты Должны поднять Этот вопрос Чтобы привлечь Пожертвования На это Насущно Необходимое Дело Если бы каждый Хоть раз Увидел результаты Отсутствия Бань И прачечных Он никогда Бы не забыл Этого ужаса И как ничтожно Мало В сравнении С остальным Нужно денег Для этого Если ваша редакция Согласно Открыть На это дело Подписку Я предлагаю Свои услуги Передавать деньги В те части Войск Где буду Видеть нужду В банях И прачечных Примечание Редактора Ваша редакция Это редакция Газеты Новости дня Где помещались Очерки Гарина Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание Сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 20-й год